Здарова-дарова, народ! Это канал Сыри Фоксом. Хотел представить ваше внимание небольшой обзор по рюкзаку Автор 80. Ну, собственно, непосредственно сам рюкзак Автор 80. Выбор мой пал именно на него специально. Долго не мог выбрать рюкзак без дополнительных каких-либо облесов, карманов, при походах в лес и так далее. Они мне неудобны, они мне не нужны, в принципе, скажем так. Выбирал специально для переноски лодки при поездке на определенные места по рекам и так далее. Подобные для переноски вещей на дальнее расстояние. Составитель из основного, скажем так, отделения. Большое отделение. Если не десятку, то 80 литров это довольно-таки нормально. Рост на 1,73 м, для меня это очень-очень хорошо и удобно. Далее есть сверху клапанник такой. Этому клапану два отделения. Первое отделение для каких-то ваших грузов. Вот, можете сюда. Здесь нож, фото, видео, технику, карты, компас, еще что-либо. Что-то полезное, которое вам может пригодиться в первую очередь. В втором отделении находится влагозащитный чехол, который идет в комплекте вместе с грузиком. Вот, здесь есть вот такая резиночка, можете его пристегнуть. Здесь вот тоже есть, имеется холестик, чтобы не потерять его. Он у меня остыгнутый. Довольно-таки прочная штука, за 5 лет его не порвался и ничего не случилось. То есть я ходил по лесам и по елкам, и по соснам. Те, кто ходит по лесам, знают, в принципе, что-то при него у вас основные ветки. И как-то тяжело отцепить от себя бывает иногда. Вот, при, нано-таки, среднем шаге по лесу, цепляется все это. Дергивается назад, материал выдержал, стойку выдержал, перенес все испытания. Испытание было немного надувляет рюкзака. Вот, далее, само непосредственно внутри рюкзака вот оно раскатывается. Здесь утяжечка вот такая имеется. Вот, утяжечка. Здесь у нас две пластины разгрузочные. Такие довольно-таки длинные. Металл, не знаю из кого, но мне кажется, что это эльдералька. Скорее всего эльдералька изогнута. Вот в таком виде. Вот, подспину специально. Их здесь две. Вставляются они в такие вот штучки специальные. Гружают спины очень-очень здорово. Если их вытащить, рюкзак приобретает какое-то бесформенное состояние. Вот. И переноска более уже тяжелых грузов. Вот из этих разгрузочных пластин довольно тяжело анатомически. Снизу имеется у нас два вот таких ремешка, на которых можно пристегнуть. Или палатку, или что-нибудь еще. Вот. Снизу пристегнуть палатку при переноске. Куда-то или на рыбалку, или еще внутри лодка. Омега-2 советская. Вот. Весом 23 килограмма. Здесь у меня палатка идет. Соответственно здесь есть ручка. Для переноски, для погрузки, разгрузки. Для транспорта, лист транспортового. По бокам имеются обжирные вот такие штучки. Трехлястик. Вот. Если у вас груза мало, можно его тянуть. По размеру, если много, наоборот, растянуть. Вот. Здесь есть карманы. Как правило, по бокам рюкзака я пристегиваю ОВЗ-шку. Сюда ветровлагозащитный костюм. Он используется для перехода в лес или на рыбалку. Если вы идете, грубо говоря, о полюс, начинается дождь. Я его просто отстегиваю, надеваюсь и иду дальше. Чтобы не искать его нигде, ни в глубине рюкзака, ни где-то там внутри. Вот. С правой стороны у меня, как правило, всегда ставится коврик для палатки. На чем спать. Вот. Далее. Снизу также имеется вот здесь вот молния. Вторая. Дополнительные, если вам что-то понадобилось в нижнем отделении, там, допустим, те же самые носки или еще что-то. Вы можете спокойно расстегнуть ее. Рюкзак и доставить то, что вам надо. Снизу полупрошиты таким вот темным материалом. Усиленно. Усиленно. Здорово. Очень-очень здорово держит. То есть и колюще, и мокре предметы. То есть он держит проще, очень проще. Что я выдерживаю, я переносил и острые предметы у него. Это дом для зимы, для зеневого. Заточили металлические. Хотя они были в чекле, но все равно школу не прорезали. Но рюкзак удержил. Меня это приятно удивило. Несмотря на то, что на модели используется пластиковый. Такие крепежи рюкзаку 5 лет. И я не поменял здесь ни одной пластиковой детальки. Хотя ходил я и минус 28. Самый нижний минус 28, 30 было. Градусов пребывало, но у меня на морозе в таком состоянии где-то на протяжении полу... ну сутки где-то он у меня был. И замерзал, и попадал довольно таки в теплое. В жаркие места отдают. В 30 градусов, в 35-32 градусов. То есть перепад температуры ему не страшны. Чуть-чуть он у меня выгорел. Данная модель представлена на сайте у нас у магазина производителя. В четырех цветовых моделях я выбрал коричневый. Почему коричневый? Коричневый более адаптивный для трех сезонов. У нас по средней полосе это весна, лето, осень. Сливается с общим фоном. Костюм у меня тоже коричневый. Сливается и в поле, и в лесу. Да, он не таки здорово. И это больше цвет понравился, нежели другие там. Черные, зеленые, хаки. Разные модели есть. Далее. На спине. На спине у нас есть множество режимов регулировки. Здесь можете по росту подобрать, как вам удобно. Здесь широко довольно таки поясной ремень. Очень здорово помогает при переноске больших, крупногабаритных грузов. Если вы идете с пустынью к закану, то можете просто сюда вот так врать. Вам не шанс не вылетать, не раскопить ничего не будет. Вот. Далее. И здесь у нас идет лямки непосредственно сами для переноски. Здесь режимов, куча режимов. Просто уйма режимов для регулировки. Для переноски. Здесь плечи выше-ниже. Вот. Они уже отрегулированы под мой рост. Вот. Вес, как правило, который я ношу. Соответственно, когда вывозится рюкзак, и он дома регулируется по спине. Как будет удобно. Те, кто из друзей. У меня друзья правильно пользовались. В принципе, могут подтвердить, что рюкзак хорошо себя ведет. При больших нагрузках. Самой смай, который я грузил 35-38 кг. Переносил в нем. Да-да, это не вранье. Это так оно и есть. Я в конце видео выложу фоторяд, на котором вы можете убедиться, что это действительно так. Вот. Рюкзак качественный. Мне очень нравится. Здесь присутствует очень много нашим системы моля. То есть, можете адаптировать его сюда. Сделать подсумки на лямке. Любые, какие угодно. Будет аптечка, будь то еще что-либо. Даже вот здесь вот есть. См. Регулировки. Больше и больше. Вот. Паралоны. Очень мягкие. Паралоны подшиты. Здесь у нас сетчатая все. Здесь паралоны. Не паралоны. Я не знаю, как материал называется. Но он очень мягкий. И по спине, если даже у вас что-то там. Неправильно его загрузили. Вам будет довольно-таки капотная удобность все это переносить. Клянки очень мягкие. При небольшом весе надеваете и вес практически не чувствуется. Но вес уходит на ноги. В принципе и должно быть. Единственное за пять лет. Вот я зашел. Вот здесь у меня раз зашелся. Я только зашел в это место. Все. В основном я доволен как стул. Все в отличие. Все здорово. Тех, кого заинтересовала данная модель. Это не реклама. Это просто отзыв по тому снаряжению, которое я использую. Самый. В принципе советую другим. Этот рюкзак свой денег стоит. Если вы будете брать, я вам советую. Классная модель. Классная. Вот. Все. Всем удачи. Если кому-то что-то не ясно, непонятно. Пишите в комментариях. Отвечу обязательно. Всем удачи. Рыбалок. Не поставьте шею. Надеюсь это видео было вам полезным. Всем всего самого наилучшего. Ссылочку на этот товар я скину в описании внизу. Можете посмотреть. Кому его заинтересовало. Всем удачи. Удачи в рыбалке. Всем самого наилучшего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok